Преображать Йошкар-Алу от двора к двору. Второй год в столице Мрел продолжается реализация муниципальной программы «100 дворов», в рамках которой «Вторую жизнь» и новое современное оборудование получают детские игровые площадки в разных частях города. О промежуточных итогах проекта и о том, как включить в эту программу и ваш двор в следующем сюжете. Не просто провести благоустройство, но подарить горожанам настоящий маленький праздник, закрепив таким образом, возможно, более трепетное отношение к своему обновленному двору. Эту задачу ставили перед собой в администрации Йошкар-Алы, запуская программу «100 лучших дворов», которая успешно действует в столице Мрел уже второй год. Еще один принцип – не отдавать предпочтение определенным районам, открывая новые площадки и в центре, и на окраинах города. За неполные два года в рамках проекта было обновлено уже несколько десятков дворовых территорий. «100 лучших дворов» – это очень важная и значимая программа, которая предусматривает размещение детских, игровых и спортивных площадок на территории городского округа. В прошлом 2015 году мы достаточно большое количество дворов благоустроили. В этом году у нас более 10 дворов стали обладателями интересного, качественного, такого разноцветного оборудования, где с большим удовольствием дети и взрослые проводят свой досуг. Средняя стоимость одной такой площадки – 300-400 тысяч рублей. Средства выделяются из муниципального бюджета. Принцип отбора дворов-кандидатов очень прост. И в его основе всегда лежит инициатива жителей города. Принцип следующий – это инициатива жителей, активных жителей многоквартирных домов, поддержанная собранием городского округа. Это два важных фактора, которые предусматривают возможность размещения разного оборудования. Конечно, мы смотрим на еще техническую составляющую, исследуем топографическую основу. До конца текущего теплого сезона в Яшкар-Оле откроется еще несколько обновленных детских и спортивных площадок. И, как ожидается, программа будет продолжена и в следующем году. Напоминаем, что шанс попасть в проект в будущем есть практически у каждого столичного двора. Жителям нужно лишь самоорганизоваться и направить коллективное обращение в администрацию города. Редактор субтитров А.Семкин